Добрый день, друзья! Первое. Верхи продолжают готовиться к обвалу рубля. Только готовят они не экономику страны, а собственные шкуры. Ответственный из экономический блок правительства вице-премьер Антон Селанов заявил, что курс рубля предугадать невозможно. По его словам, непредсказуемость российской валюты, подешевевшей на 20% за 4 месяца, связанной с тем, что ее движение зависит от внешних факторов, спрогнозировать которые нельзя. Цитирую. Вы никогда не угадайте, как будет вести себя валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут ли введены санкции, не будут. Перечислил Селуанов. Кроме того, влияет ставка Федеральной резервной системы США. Цитирую. На устроении инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов, сказал министр. Я не я, лошадь не моя. Это опять заявление из разряда, ребята, если шо, я не при делах, моя хата с краю. И это при том, что только тремя днями ранее Селуанов утверждал, что политика Минфина направлена на прогнозируемость и стабилизацию курса рубля в любых условиях. На деле, Минфин занимается открытой игрой против рубля. Они его специально обваливают. Вот вы задаетесь вопросом, почему с нефтяных доходов нельзя поднять пенсии? Куда деваются деньги? А они на эти деньги доллары покупают и прячут в долгий ящик, а народу шиш. Во-первых, это требование МВФ, и оно очень жесткое. Во-вторых, Селуанов с компанией иначе и не умеет. Заводы строить, не нефтью торговать. Путин поручил найти деньги под новые майские указы, и они не придумали ничего лучше, кроме как собирать все сливки с нефти, акцизов на бензин, пенсии и НДС. Конечно, вы спросите, чё ты про Путина не рассказываешь, типа он не при делах. Объясню. Путин первые два срока был полностью настроен на сотрудничество с Западом. На всех конференциях, встречах, саммитах нам рассказывали, что самое важное – привлечь иностранные инвестиции, привлечь иностранные деньги. Именно в этом состояло много лет задача всех Набиулиных и Селуановых. У них личные и рабочие контакты с МВФ и другими международными структурами. Фактически, они работают-то даже не столько на Россию, сколько именно на них, на международных своих патронов. И уволить их, эту либеральную команду, и назначить кого попало, было невозможно. Тогда бы просто обрезали инвестиции, сказали, у вас работают неквалифицированные люди, и всё, Россия резко теряет деньги, а они были очень нужны. Но сейчас, когда нас полностью лишили инвестиций и обложили санкциями, эта старая система либеральная, финансовая, не работает, нам труднее экономически. Но эта возможность освободиться от влияния финансистов, именно сейчас можно наконец-то поувольнять эту либеральную шайку, а она в такой острой ситуации будет сопротивляться и уже сопротивляется. И вот мы видим всю эту движуху. Я в прошлом видео пытался объяснить, да, то, что это провокация против Путина. Они не хотят, чтобы их всех убирали, а если их уберут, то это всё, конец их карьеры, они никому нигде не нужны. Так что повторяю, если у вас есть крупные сбережения, подумайте о переводе их в какие-то валюты, в доллар, в золото, подумайте. Я вам никаких конкретных рекомендаций не даю, но вы должны уделить этому время. Если вы покупаете себе или родственникам дорогие импортные лекарства и всё, что вам необходимо и нет этому отечественных аналогов, закупайте впрок, потому что всё импортное резко подорожает. Подумайте об этом заранее. Тем временем Кудрин на слушании в Госдуме наболтал много интересного. Мы не должны и не будем платить пенсии за счёт нефти. Деньги у государства есть, но не для пенсионеров, и потому надо повысить пенсионный возраст. Вообще, на фигуре Кудрина стоит остановиться отдельно. Его сейчас активно пиарят СМИ, он там очень часто появляется, всё время спрашивают его мнения и нередко напоминают о его президентских амбициях, напоминают, типа он был бы неплохим преемником, вот бы он стал следующим президентом. Вообще же, многое становится понятно после его вчерашних слов в Государственной Думе о том, что Россия подошла к черте. Бюджетные возможности исчерпаны, заявил в ходе парламентских слушаний Кудрин. Человек, который несёт прямую ответственность за финансовую политику страны в последние два десятка лет, за то, что бюджетные возможности РФ исчерпаны, фактически расписался вчера в полном провале Минфина и в собственной некомпетентности. Однако же этот человек не только не рвёт на себе волосы и не кается, он имеет наглость утверждать, что единственным вариантом для повышения пенсии является увеличение пенсионного возраста. Более того, основным аргументом в пользу предлагаемой карательной меры и это чудо финансовой мысли приводит тезис о том, что в будущем году в России снизится количество трудоспособных граждан. Как будто снижение количества трудоспособных граждан автоматически должно привести к сокращению в РФ количество рабочих мест. Кудрин врёт, что Россия подошла к черте. Эта воровская власть в России подошла к черте, за которой стоит либо отставка правительства и зачистка госструктуры от компрадоров, либо сохранение власти ценой очередного обворовывания населения. Кудрин врёт, что в стране снижается количество трудоспособных граждан, ибо не владеет реальной статистикой и вообще не понимает содержание категории трудоспособные граждане. И Кудрин нагло врёт и не краснит, когда говорит, что у правительства России нет иного выхода, кроме как повысить пенсионный возраст. И этого человека, СМИ, готовят в преемники Путину. На сегодня тема исчерпана. Но есть ещё важный момент. Меня в комментариях спрашивают, что я всё время переобуваюсь, то за Путина, то против, кто меня купил, кто на меня надавил и всё такое остальное. Я объясню. Хотя многим это не понравится и будут отписки... Смотрите, в вопросах политики я, можно сказать, циник. Мне плевать на личные качества Путина, Медведева, Навального, Зюганова и всех остальных. У меня один критерий. Как сделать жизнь в России лучше? Я циничный патриот. Вот именно сейчас, в текущих условиях, как улучшить Россию? Например, я не вижу сейчас возможностей для революции в России. И не бывает такого, что вся власть полностью уходит, а новая приходит. Даже в 1917 году огромная часть старорежимных чиновников и генералов, в том числе самых высоких рангов, перешла на сторону революции. Хватит фантазировать, что всё будет так, как хочется, по щелчку пальцев. Это не по моей части. Никому от этого пользы не будет витать в облаках. Хватит ждать, что кто-то признает, что СССР всё ещё существует, как многие пишут. Хватит ждать, что придёт судный день, и всех праведников тут же заберут на небеса. И такое мне пишут. Нужно быть реалистами и поддерживать сегодня тех, кто может завтра улучшить страну и разоблачать тех, кто страну продаёт. В прошлом видео я показывал, что Белоусов по факту против олигархов сегодня. Хотя полгода назад он заявлял, что да, надо пенсии повышать. Но сейчас вместо этого он отбирает у олигархов деньги. И поэтому я его сегодня готов поддержать. Что было полгода назад, это уже не так важно. Можно разоблачать до бесконечности, рыться в грязном белье. И ясно, что это сделано не одним Белоусовым, а с поддержки Путина. Как бы он иначе пересилил либеральных министров. И это польза для нас, простых людей, что 500 миллиардов долларов не уйдут из страны. Я это поддерживаю. Вы не поддерживаете? А если завтра, например, Путин или Белоусов опять накосячат, я опять буду его разоблачать. Для меня нет кумиров. Для меня нет непогрешимых идеалов. Я на них не молюсь. Но только по факту, а не заранее. И не за то, что было 10-15 лет назад. Тут мне один комментатор сказал, что Путину нельзя верить, потому что он с ФСБ дома взрывал. Хотите жить в фантазиях? Живите. Тем более, что подходящие вещества достать не так уж сложно сегодня. Я же призываю смотреть более практическим взглядом. быть реальными патриотами, а не крикунами. Сегодня, как минимум, из чувства самосохранения Путину нужна сильная Россия с независимой экономикой и армией. Иначе его либо скинут и убьют свои внутри, либо снаружи. Его в открытую ждет судьба Милошевича, Каддафи, Саддама, Гаггский трибунал. Это то, о чем трубят и наши, и западные либеральные СМИ. Мне плевать, сколько на его счету грехов. Если сейчас он взялся за исправление ситуации, я за. Если завтра он скажет, пусть все будет как было, я буду его критиковать. Я критикую не людей, а конкретные действия и идеи. Я не переобуваюсь. Я говорю то, что думаю. И я готов к диалогу. В этом мое отличие от многих других. Хотите обсуждать, что было в прошлом, или думать, как менять ситуацию? Решать вам. А у меня на этом все. Благодарю за внимание. Пишите комментарии. Я их прочту. Я вам отвечу. Оценивайте. Делитесь в социальных сетях. До новых встреч. Продолжение следует...